Привет! В этом видео я пройду темные века, используя только три слота. Со временем выйдут прохождения только с тремя слотами всех остальных локаций. И если ты думаешь, что я могу тебя обмануть, в описании будет ссылка на полный геймплей. Ну а мы начинаем! Первый уровень. Нам выдали солнце гриб, а из атакующих растений я использовал блумеранг, который у меня, между прочим, был аж четвертого уровня, поэтому он стал значительно эффективнее, чем был раньше. Уровень пройден был легко. Второй уровень. Использовал такую же тактику и ничего не изменилось. Только нам теперь выдали пуф гриб. И вообще это, конечно, растение неплохое, так как оно бесплатное. А ульта у этого растения вообще хорошая. И она, кстати, убирает проблему с тем, что это растение через время исчезает, так как ульта обновляет время исчезновения и действительно хорошо помогает на уровнях. И на третьем уровне я как раз таки решил использовать этот гриб. Я начал им спамить, поставил кучу грибов, использовал на них планфуд и легко прошел уровень. Только я еще решил гипногриб использовать. Ну так, по приколу. Кстати, откуда он у меня есть, спросите вы. А я вам отвечу. Купил за кристаллы когда-то, когда уже даже не помню. Четвертый уровень. Конвейер. Использовал три растения. Гипногриб, пуфгриб и капуста пульту. И, конечно же, планфуд я в основном использовал на гипногриб. Ну это просто весело. Да и эффективно на самом деле. Целый ряд выкашивается. Ну уровень был легкий, сказать больше нечего. А вот дальше поинтереснее начинаются события, так как появился зомби-шут. Поэтому я решил использовать дракончиков, как я их называю, чтобы он не мог откидывать мои снаряды. Ну и с такой тактикой все легко прошлось. Ну это я сейчас только говорю, что легко прошлось, легко прошлось. Дальше в этой локации уровни будут значительно сложнее. Дальше нужно поставить свою оборону. Сделал что-то вот такое. И, в принципе, прокатило. Седьмой уровень. Появился зомби-рыцарь. Просто зомби, который более прочный, чем зомби с ведром. Я получил дымогриб. И я его еще получил несколько уровней назад, кстати. Просто не пользовался им. Тут я решил поставить три ряда этих грибов. И оборону из орехов. И в критические ситуации, когда скапливается много прочных зомби, использовал ульту на дымогриб. Тактика оказалась хорошей. Уровень был пройден. Восьмой уровень. Опять решил использовать дымогриб. А также использовал солнцегриб. И могила яд зачем-то. И воспользовался я им всего один раз. И все. Так что с уверенностью могу сказать, что это был, скажем так, плохой выбор. Лучше бы я выбрал гипногриб. А еще нам здесь выдали солнечный боб. Ну, растение полная фигня. Целый слот под это растение тратить. Это какое-то вспомогательное солнечное растение. Вот зачем. Я могу просто обычные солнечные растения использовать. И все будет нормально. Ну, а также одно атакующее. И, например, одно саппорт растения. А это что, за место солнечных использовать? Ну, нет. В таком случае будут проблемы с солнцами. Если его использовать во втором слоте, тогда останется всего один слот. И придется обойтись без какого-то нормального саппорт растения. Так что кринж. По крайней мере, в этом прохождении уж точно. Восьмой уровень был сложный. Хотя, опять же, он мог быть легче, если бы я не выбрал могилоед. А выбрал, например, гипногриб. Несколько газонокосилок вначале уехали, так как я не смог дать нормальный отпор. Но через время ситуация стабилизировалась. И уровень был пройден. Девятый уровень. Уровень с зельями. И тут у меня появилась мята. Это была сдерживающая мята. Как же я ее получил? Дело в том, что я иногда заходил в арену, играл там, и постепенно у меня копились конфеты. И вот на эти конфеты я решил купить эту мяту. Но! В данном прохождении она абсолютно бесполезная. Потому что занимает целый слот. А усиливает она саппорт растения. Причем какие-то беспонтовые саппорт растения. Ну и конечно еще зомби ненадолго останавливает. Но это ерунда. И получается мне еще нужно брать какой-то саппорт растения. Чтобы как бы был эффект от мяты. Чтобы она какой-то саппорт растения усиливала. Ну например, можно взять ветродуй. Или можно взять пружинищий боб. Но это как-то все не особо эффективно. И я в итоге на какую-то ерунду трачу два слота. И у меня остается всего один слот. Как так играть, я не знаю. У меня так не получается. Поэтому мяты не будет в этом прохождении. Уровень был средней сложности. В принципе ничего уникального сказать не могу. Десятый уровень. Это было действительно сложно. В конвейерах всегда сложно с таким челленджем. Но еще проблема в том, что я здесь жестко затупил. Помните то правило, которое я называл в прошлом выпуске? Теперь, если у меня забивается конвейер. То я не ставлю растения из этого конвейера. Которые будут являться четвертым слотом. Потому что размещение растения на лужайке. По сути является использованием. И я буду ставить растения из конвейера. Которые я не могу использовать. И сразу же выкапывать. Только в крайних случаях. Когда у меня будет не получаться по-другому пройти уровень. Я так и решил делать. Но я бы мог сразу понять. То что это будет слишком сложно. Потому что в таких условиях. На этот уровень нужно потратить. Очень много монет. Но даже не в этом. Главный прикол. Прикол в том, что все шло очень туго. Я поставил очень мало дымогрибов. И только они у меня справлялись. Но и уже на второй волне. Я такой. Хм. Я потратил уже тысяч десять монет. Сейчас придется еще несколько тысяч потратить. Лучше я переиграю. Просто буду использовать метод выкапывания. Гениально. И в итоге я потратил не несколько тысяч. А еще тысяч пять десять. Ну. На самом деле я точно не считал. Но просто чтобы вы суть поняли. Что я мог потратить меньше. Чем в итоге потратил. Из-за вот этого дурацкого решения. Которое мне пришло под конец уровня. В итоге да. Дымогрибов было больше. Оброна была крепче. Но. Зомби было много. Все равно справляться с ними было сложно. Поэтому пришлось иногда все-таки электричество использовать. Чаще всего я именно его использовал. Одиннадцатый уровень. Появился маг волшебник колдун. И я решил с креативом подойти к этому уровню. И решил использовать лазерный боб. Хотя лучше бы блумеранг использовал. Это как по мне эффективнее. Ну в общем план футов давали много. Косилки выручали. Так что я справился. Уровень был сложным. Маги сильно мешали. Солнц мало. Зомби много. Поэтому много косилок уехало. Точнее все. И при этом еще пришлось способности использовать. А еще кстати почему-то я не могу посмотреть рекламу. И получить за это деньги или кристаллы. Кто знает напишите в комментариях. Дальше я решил на какое-то время отдохнуть от темных веков. И продолжил их проходить. Только через несколько недель. 12 уровень. План футов дают очень много. И мне хватает не только на пуф грибы. Но и на другие растения. Поэтому все прошло отлично. С такой вот тактикой. А еще я как всегда решил использовать бесполезный могилоед. Зачем-то. Который здесь почти ни на что не влияет. Лучше бы что-то опять же другое использовал.